Просто у нас прием граждан не ведется. Ну, я видел, как не ведется. Матюшенко-то как-то подал. Ну, они, понимаете, они организации. А организации ведете? Нет, организации мы тоже не ведем. У нас вообще прием граждан закрыт. Вообще любят. А как так получилось, что у него приняли? Я не подскажу вам. У него спецход какой-то есть? Я не знаю, я вам не отвечу. Или телепорт тут у вас в шкафу спрятан. Как он прошел вообще? Я не отвечу. Подписать документы, что вам подключили электроэнергию. Пожалуйста. По вашему адресу было произведено подключение электроэнергии. Вам приходили, стучались, вы не отчего. В смысле, стучались. Как ваши дела? А мы молимся за вас. Справка формы номер 4 со словом «живорожденный». Вот, пожалуйста, повестка 2 часа. Я же к вам по-человечески отношусь всегда. Но давайте на ознакомление пройдем. Да что такое? А они трубку возьмут. Обещала. Хорошее слово обещала. А что, когда процесс-то будет? В прошлый раз не было, сегодня нет. Разве им можно доверять, когда они психушку возят, пытаются сдать? Разве можно им доверять? А психушка четко сказала, оснований не было, а попытка была сдать. Хотят выслужиться, быстрее на пенсию идти, быстрее звездочки заработать. Че, Аксабаев опять получается это? Вел в заблуждение? Ну вот, сразу бы так, общались нормально, с юмором. С тобой нормально? Да, после видео, конечно, нормально. Наши бумаги работают. Мы такую жалобу накатали, что у них сразу эти значки появились. У всех нагрудные. Заседание сказали, не будет опять. А у вас газ правосудия сломалось, третий день не работает. Вернуть иск в полном объеме. 12 дней без света, я все равно встрою и тружусь для народа. Изоляция от народа на спаде, да, уже? Че, иногда саммитная надпись сработала? Вот такие вещи мы находим, выявляем и показываем все. За что в ответку получаем репрессии сплошные. А я же не для себя стараюсь. Выход один. Закрыть иск элегантно и забрать его. У меня денег нету. Я 7 миллиардов не собираюсь в население. Дискриминация натуральная. Мы всех и каждого будем вызывать в качестве свидетелей. Пойду в канцелярию. У него приняли. Я хочу так же. Ну вот, принимаешь же. А говорили, не принимаешь. Кого не спросишь, не к нам вопрос, не к нам вопрос. А к кому? Принято дело-то, оказывается. К судью, к телефону? Да. О, Елене Петровне привет передавайте. Это ж надо, повезло-то, как на Елену Петровну опять попадал. Вы бы знали, как народ ее любит. Дали. Алло, доброе утро. Антон Николаевич Булгаков. Кто это? Вас беспокоит ведущий респонсуль группы по работе с просроченной задолженностью и управляющей компанией ДЭС Восточного жилого района, Матюшенко Григорий Александрович. Чего хотел? Я вас звоню, скажем, уведомить о том, что сегодня будет производиться подключение электроэнергии по вашему адресу, так как задолженность, которая имеется у вас перед управляющей организацией, погашена в полном объеме Булгакова Ольги Ивановны, которая является вашей мамой. Соответствующее платежное поручение я отправил вам на электронный адрес, можете ознакомиться. Все, о времени подключения вас уведомит дополнительно центральная диспетчерская служба. Заявка уже подана. Всего доброго. До свидания. Я так понял, он некий благодетель, обстоятельства выясняются, оплатил всю сумму, 55 тысяч. Пока ничего говорить по этому поводу не буду, обстоятельства выясняются, на самом деле это благодетель, либо это был некий, возможно, сговор, именно через ДЭС ВЖР это все было проплачено. Возможный такой вариант. Что там время? На два у вас же, да? Пойдем. Пойдем. Здравствуйте. Да, да, я смотрелся. Это со мной, по доверенности. Вот со мной, по доверенности. Вот сейчас уточним, и скажут, а просто пройдут. Вы тогда проходите. Сейчас уточним, и пройдем. Уточните. Здравствуйте. Как ваши дела? Ваши меморитеты, хорошо. А мы молимся за вас. Что это? Сколько времени? У вас что, заседание изначально или изнакомление? Заседание в два часа. Важнее, наверное, да, чем знакомление. У вас же ознакомление, Атон Николаевич. А? У вас же ознакомление. А процесс, а повестка? Помните, участковый выписывал? Масочку, оденьте. Под принуждением, под вашу ответственность. Я говорю, тут не пойдете по-любому же, да? Ну, не хочу, я хочу этим за ним. Пожалуйста. Нет? Нет. Что, старшей смены запрещают? Герасимов, напомните свое имя. Можно по имени обращаться? Андрей. Андрей. Возьмите, пожалуйста, для вас. Справка формы номер 4 со словом «живорожденный». Чтоб слово «живородящий» у вас тут в обиходе не ходило в отношении мужчин. Это официальный документ. «Живородящий»? Это что? Ну, полицейские любят так говорить, чтобы дискредитировать нас. Как доказательство, что мы не несем всякий бред по поводу «живорожденных». Нет, мы понимаете, мы говорим, что мы же «живорожденные». Нас переначивают «живородящие». Вот я вам принес справку формы номер 4, выданную из АГСа. Вы не рожаете, да? А? Вы не рожаете. Да нет, конечно, так же, как и вы. Вот, пожалуйста, повестка в 2 часа. До свидания. Так а я могу пройти? Пускай они мне повестку выписывают. Официальный, не от участкового, а от работника суда. Вы можете только по телефону уточнить. Так они трубки не берут. Пускай они сюда спустятся. Мы же тоже не вправе им приказывать. Вы можете их позвать. Мы можем позвать. Позовите, пожалуйста. Я же к вам по-человечески отношусь всегда. То есть они могут сами, да, кнопочку нажать? Сейчас, когда делаем листку, то есть каждое с ним. Добро. Самостоятельно же можно выйти, да, кнопочку нажать? Или у вас специальный ключ? Нет, нет. Кнопка нажимайте. Страшно, мы писали сейчас. Если вы в плане того, что мы кого-то удерживаем, нет? Нет. Это как из подъезда вы ходите? Нет. Если у вас домофон работает? Ну ясно. Я в том плане, что людям подсказывают, что кнопочка работает. На будущее. А то женщина подошла и не может выйти. Да еще ничего не было. Чтобы вас не отвлекать. Ну что, выйдет кто-нибудь? Я позвонил. Сказали по вам рассмотрение. На сегодня. Нету? Нет. Только ознакомление. Ну давайте на ознакомление пройдем. Еще материал не спустил в канцелярию. Да что такое? А по поводу рассмотрения можете секретарю с 10 участка поговорить и уточнить. Она сказала, объяснить. А они трубку возьмут? Объяснить. Ну, обещала? 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 Да. Хорошее слово. Обещала. А сопровождающего пропустите, пожалуйста. У него доверенность есть. Мы хотим вместе зазнакомиться с материалами дела. Давай. Че? Нельзя петь? Добро дадут в участке. А кто-то выйдет, чтоб добро дать? Должны предупредить в любом случае, когда дело. По ознакомлению? Скажешь, позвонишь? Позвонят там или что-нибудь? Не, я по поводу сопровождающего отпустили. А, это на процесс подниметесь? Не, сказали, процесса не будет. А, да? Должны только ознакомление. А, он че тоже должен ознакомиться? А че, когда процесс с тобой? Прошлый раз не было, сегодня нет. Че такое? Зачем нам-то такие вопросы? Попробуйте позвонить еще раз отсюда. Да, я потом позвоню. 216. Я сначала с материалами дела ознакомлюсь, потом... Это все одно и то же? Вы уточняли, у полиции вообще поступил материал, по-моему, или нет? Да разве до них дозвонишься? Разве им можно доверять, когда они... Мне одно говорят, а вам другое говорят. Я больше чем уверен, там помогут. Когда они в психушку возят, пытаются сдать. Разве можно им доверять? Когда судья по разговорам, которые они в дежурной части ведут, пытаются подлить что-то в мочу. Разве можно им доверять? По 6-9 статье употребления наркоты. Че, Аксабаев опять получается это? Вел в заблуждение? Это кто? Ну вот, участковый в прошлый раз выписал повестку от руки. Сегодня в 2 часа заседание состоится. По 19.13. Ложный вызов. Вы на него ложный вызов оформите. Да? Ну вот, сразу бы так. Общались нормально, с юмором. Да, мы нормально. Да? После видео, конечно, нормально. Я умоляю. Да че умоляю. Везде так. Вон, в Екатеринбурге. Как только меня не провоцировали. И толкали, и по-всякому. А через 3 месяца как друзья лучше общались. Юморили, анекдоты рассказывали. Можно пройти? Да, мы поставили. Придете? Девушка, девушка, а я хочу сопровождающим пройти. Он с доверенностью. Мы обрабатываем чужие репутаты. Только один. Абказ. Что, меморанки можно пройти? Куда ты начальник? Он смену уже ставит. Повысить должность. Александр? Давай, ты нам скажи, мы, если что, куда это напишем. Мы за свою благодарность, премию там, повышение. Наши бумаги работают. Пишите. Пишите. Пишите на нашу. Ну, потом поговорим. Контакты есть. Потому что наши бумаги работают. Мы об этом убедились. Потому что когда Загидуллин Рустам Тагирович, женщин со скамейки, поднимал их вместе со скамейкой, мы такую жалобу накатали, что у них сразу эти значки появились у всех нагрудные. И у всех номера появились на этих значках. А то они были затерты до неузнаваемости. И шапки-ушанки появились. И бронежилеты. Все появилось сразу. Так, подхожу, да? Сейчас посмотрим. В смысле? Ну, как сработает рамка. Проходит, что не проходит. Сейчас я все выкажу. Одного. Заседание, сказали, не будет опять по 19.13. А что будет? Ознакомление только. Я один прохожу. Тебя никого не пускает из вас. Ну, все тогда. Пошли. Давай. Давай. Ну, что, прохожу? Пропустите? Да? Надо содержащие предметы убирать. Манат один. Чтобы я два раза сквозь рамку не проходил. А то вы то пускаете, то не пускаете. Количество попыток не ограничено. Да? Попыток от слова пытка? Народ измерял. Ну, вы хоть раз измеряли? Пять тысяч раз превышает. Вы сами-то через них выйдете? Потом не удивляйтесь, что у вас проблемы могут возникнуть. Мы же не просто так это вот взяли, вот, на принцип пошли, что не хочу, и через рамку, и все. Посмотрите видео. Народ измеряет со всей страны. Приборы специальные заказывают. Мы почему не делаем, у нас просто денег не хватает. Он там сто тысяч стоит. Мы с ним заподходит, и за три метра уже излучение превышающее норму. А вы людей заставляете проходить. Хотя, это рекомендация на самом деле. Альтернативный способ прохода должен быть обеспечен. Так, безогрубовая меня. Записывайте, да, в журнал? Интеллектуальную собственность. Ну, КВП-телекольки, пожалуйста. Да, ладно. Конечно, у нас тут камеры все снимаются. А что у вас, секретная служба? В чем секретная? А? Расположение, может, вы кому-то побег там. Я, побег? Нас же привозят, осуждены. Так. Что? Смотреть будете? Самообороны имеют, что смеет. Только живое слово. Самое лучшее самообороны, это живое слово. Лучше всего помогает. Особенно, когда не дают ни ручку, ни бумагу, ни карандаш. Вот живым словом приходится действовать. Так что, получается, не было ложного вызова? Так? Материалы дела, безусловно, не поступили. Что они там оформляют? Я вот этот реванш вам даже не могу. От всего это зависит ли от кого. Странно, согласитесь, да? Дважды переносит. К чему бы это? Чего я там такого написал? Ну, в любом случае, я уже постараюсь осветить. Так. Благодарствую. Тебе даже, да? Здравствуйте. Будете сзади? Наверное, нет. Так, это что? Это все? А что, если еще надо? Ну, по идее, в два раза больше должно быть. Это случайно. Так, у вас сейчас канцелярия работает? Я хочу это, воле заявления подать. Почта России. А у вас газ правосудия сломалась, третий день не работает. Как можно безоплатно подать воле заявления? Только через почту? Почта России. Только платно, да? Только за деньги. А если у меня денег нет? По электронке. А как по электронке потом доказать, что я отправил? Ну, что вы позакрывались-то со всех сторон? Как защищаться? От чего вы хотите защититься? Как от чего вот дело лежит. Ну, почитайте, что с этим делом, а потом уже говорите. А, то есть там отмена, да, какая-то? Нет чего защищаться, так что ли? Вернуть иск в полном, это, объеме? Сейчас дочитаем. Благодарствую за подсказку. 12 дней без света, я все равно втрою. Видео выпускаю. И тружусь для народа. И на обучение завтра пригласили. Для всей страны обучать. По теме живых. Вот что-то все позакрывались, позакрывались. Ну, ладно, я, у меня народ поддерживает. У меня еще есть денежка. Вот так пенсионер, вот откуда ему деньги взять? Либо хлеб купить, либо письмо в мировой суд отправить. Молчание, честный ответ. Вас как зовут? По имени можно обращаться? Наталья Рашидовна. Наталья Рашидовна, скажите, пожалуйста, вот у меня сегодня должно было состояться второй раз заседание по статье 19.13. Ложный вызов. На десятый участок административное правонарушение в отношении вас ничего не поступало. А мне можно какую-то бумагу, что сегодня заседание не состоится? Потому что у меня повестка-то есть, я пришел. Ознакомитесь с гражданским делом, подождите, я пойду, я все знаю. Вот. А, ну я бы хотел... А, материалы дела не поступили. Хорошо, подожду. Я бы хотел, конечно, сам сходить пообщаться. Приема граждан нет. Ясно. Раньше был. Скоро будет. А когда примерно? Через неделю? Точная дата я вам сказать не могу. Изоляция от народа на спаде, да, уже? Да. Встали, наверное, да, все под масками прятать свои лица. Просто я впервые такое встречаю, что, ну, вроде как бы у них все там основания, что лужный вызов, никакого туристического акта не было, а сами заседание второй раз переносят. Даже повестки не высылают. Это как так? Че, индосаммитная надпись сработала? По вексельному праву? Или воле и изъявление живого мужчины? Прецедент, однако. Татьяна Романова-то на месте, да? Конечно. Без маски? Не знаю. Не знаете? Ну, скорее всего, уже в маске. Раз живой мужчина пришел. Скорее всего, уже в маске. Не сработала идея-то. Отключить свет дважды. Все равно я в строю писал и буду писать. Не такое пережил. Полгода вынужденно путешествовал по стране из-за беспредела. Потому что вынесли дверь в мою квартиру и по официальной версии искали труп. Чей-то. Из квартиры так и написали. Из квартиры издавался трупный запах. И по подъезду бегал некий неадекватный мужчина. Кричал, что-то там непонятно. Болгаркой ОМОН скрыл дверь. Никого не обнаружили. Трупа не нашли. Неадекватного мужчину не нашли. Потому что я... Вообще меня в городе не было. Я за неделю до этого уехал из города. А так бы... Не знаю, чем дело закончилось. Может, и не разговаривали бы с вами сейчас. А вы спрашиваете, от чего защищаться. Вот от этого. От беспредела. Причем, опять же, второй раз зашли по фальшивому постановлению, который Шестобитов выписал. Там написано УРН. Оперативная разогнатная деятельность по закону. Но они почему-то забыли инструкцию ОМВД, в которой сказано, что данное мероприятие не относится к жилым помещениям. А им пофиг. Зашли и все. Ну что это такое? Уже четыре раза пытались в психушку сдать. Сколько можно издеваться у человека? А психушка четко сказала, оснований не было. А попытка была сдать. Так им мало показалось. Не смотрели видео? Смотрите. Они занесли телефон в дежурную часть. Аудиозапись работала. Они нам столько наговорили. Мама не горюль называется. Что-то там пытались мочу подлить, двух свидетелей найти, камеру посадить, брокировку шахматную строить с жидкостями. А если с кем-то из вас или ваших родных так будут поступать? Вам понравится? А им же без разницы с кем так поступать. Им сказали команду. Они выполняют. Хотя, по идее, имеют полное право отказаться выполнять преступный приказ. Не хотят. Хотят выслужиться. Быстрее на пенсию идти. Быстрее звездочки заработать. Ну вот, даже Татьяна Романовна признает воле изъявления и выносит по ним определения. А про король Елены Петровны не смотрели видео? Вот, тоже посмотрите. Лифты убийцы называется. Весь город ездил на просроченных лифтах свыше срока эксплуатации. То есть срок эксплуатации при Советском Союзе был 20 лет максимум. Кабины. РФ его повысило до 25 лет. Но, несмотря на это, они на все это забили. И весь город ездил, ну, я имею в виду, жил фонд ДСВЖР. Ездил свыше 8 лет на опасных лифтах. Когда, по нашим заявлениям, это все вскрылось, они не то, что в моем доме, в моем подъезде, они во всем своем жил фонде за счет фонда капитального ремонта поменяли все лифты. Сейчас весь город ездит на новых, хорошеньких лифтах, безопасных для жизни и здоровья. Вот и сами думаете, благое дело мы делаем или издеваемся над кем-то. Так они мало того, что лифты поменяли, они еще подъезды отремонтировали. Эти информационные стенды вывесили, телефоны повесили. Ну, там много нарушений по постановлению гостроя. А денежку гребли. А народ ездил на опасных лифтах. А когда мы, как говорится, прижали управляющую компанию, подали в суд, в этот ГЖИ, госжилная инспекция, это жилнадзор по городу Сургут, они вместо того, чтобы сами рассмотреть, направили административное дело по статье 14.1.3, это грубейшее нарушение лицензионных требований, они направили мировой суд почему-то, хотя могли сами оштрафовать для ЗВЖР, и направили к королю Елене Петровне. Она посчитала, что никакой, видать, опасности не было и вынесла решение. Ввиду малозначительности вынести устное предупреждение за то, что все ездили 8 лет на опасных лифтах. Нормально? А если бы кто-то помер или пострадал? Тогда бы не было малозначительного. Все-таки угроза жизни-то была. Вот если бы кто-то погиб, кто бы отвечал, что все ездили на опасных лифтах? Вот так мы... Я по этому поводу заснял видео про короля Елены Петровны. И на основании этого заявил я отвод дважды, что она не совсем справедливое решение выносит. Я уверен, что рано или поздно она сама ездила на этих лифтах, и подвергалась этой опасности. Но несмотря на это, она выносит устное предупреждение. А все из-за того, что если бы она вынесла штраф, то повторные нарушения за год лишила бы лицензии управляющей компании. А у них прибыль 7 миллиардов в год. Нормально? Выручка 2,8, а прибыль 4,5, что ли? Все немало того, что с народом собирают денежку. Они еще где-то прибыль приобретают. А где они ее приобретают, мы недавно выяснили. Они занимаются уборкой придомовой территории, снег убирают. Ну, наверное, в прошлом году слышали, да, скандалы про поводу снега. Они снег-то убирают, а потом счет администрации выставляют. Возместите. Нормально? Есть решение суда, им возмущают. Вот такие вещи мы находим, выявляем и показываем все. За что в ответку получаем репрессии сплошные. А я же не для себя стараюсь. Я вот для тебя, для вас стараюсь, для всех. Я хочу жить в хорошей стране, чтобы люди лучше жили. Народ не понимает, что мы делаем. До кого-то уже доходит. До кого-то еще нет. Полицейские у нас сплошь и рядом, называют это живородящими. Мы им говорим, мы живорожденные, а они говорят, вы живородящие. Ну, обзывается так. Я вон, если хотите, может, Герасиму поинтересоваться, я ему оставил справку из ЗАГСов форма номер 4. Там официально присутствует слово «Живорожденный». Если вы закажете такую же справку, то там тоже, скорее всего, будет прописано слово «Живорожденный». Можете вам о Маше поспрашивать, которые недавно такие справки получали в роддоме. Так что, никакого сектанства и сумасшествия в слове «Живорожденный» нет. Это официальный термин, юридический. Но то, если бы я его красным мячиком называл, то это другое дело. Ну, вот, определения начали появляться. 90 февраля, с опозданием. А, ну вот, отозвали, да, Иск? Молодцы. Давно вы так. А что, кто-то порвать, что ли, пытался? Заклеили. А почему порвали? Вот вы недавно задели нечаянно, да? Ну. Оно немножко провалось. Так же и это здесь. Да? Ну, что-то странное. Я посмотрю. Так, без ущерба, без оборота на меня, имущество, собственность. Ну, короче, это, порвали все мои надписи. Индосаммитную надпись. Ну, вот это не порвали. Вот это осталось. Отлично. Присаживайтесь. То же самое пишите, что вы сегодня ознакомились в своем объеме. Не порвете? Нет. Благодарствую. Сейчас я еще перечитаю вручную. Ну, я предполагаю. Ладно, не буду говорить. Потом расскажу. Я просто думаю, что они ход конек сделали. Это ваше право думать. Угу. Потому что такие бумаги пошли. Противикатуры. Ну, невозможно возразить. Посмотрите, на 29 страниц возражений. И все по ГПК. ГПК, ГПК, ГПК. Нарушено, нарушено, нарушено. Выход один. Найти способ закрыть иск элегантно и забрать его. Ну, если Татьяна Романова думает, что на этом все закончилось. Я думаю, ты только начал. мне главное везет, управлять компанией сразу. Что, сам Матюшенко приезжал? О, а вы корреспонденцию принимаете, что ли? Штемпель стоит. Представителем организации. Ну. Штемпель стоит. Вы принимаете корреспонденцию? Так вы меня примите. Почему вы УДСВЖР принимаете корреспонденцию, а у меня нет? Почта России. А им почему на Почту России не завернули? Штемпель стоит. Канцелярия работает, значит. Канцелярия не прекращала свою работу, она работает всегда. Так давайте я схожу, подам. У меня же тоже есть. Нет. Почему нет? Прием граждан не ведется. А прием юридических лиц ведется, так что ли? Почта России все направляет. Так вот же стемпель стоит. Ну что? Вы у них приняли, а у меня не хотите. Почему? Так же вы Почту России направите? У меня денег нету. Я 7 миллиардов не собираюсь в население. Почта России. Вы такая интересная. 250 рублей за каждое отправление. В Индополож называется. А у них принимаете. Это что такое? Дискриминация натуральная. Сегодня же 15-е. Вот он с утра сегодня приезжал. Был же у вас тут? Вот вы приняли 15-78 входящий. А почему меня не принимаете? Сходите к специалисту в 108-й кабинет. Так я с удовольствием сейчас схожу, пообщаюсь. Сходите. Благодарствую. Напишите мне, что вы ознакомились с полным объемом и сходите. Добро. Спасибо. Ну, я уже подал иск о незаконном отключении от электрических. Сруйский городской суд. Вот там будет интересно. Мы всех и каждого будем вызывать в качестве свидетеля. и под видео выяснять, на каком основании они отключают. Так что следите за мастерами. Будет очень интересно. Так. Сегодня у нас чего? 15-е число. На числе 40 грамм. Вон у вас. Газ правосудия. Ошибка 500. Три дня уже. Хрен. Чего-то правишь. Нормально? Сфотографирую. Витя, он даже на встречу пошел. Я уже не фотографирую, просто снимаю на видео. Ускоряю процесс. Взаимно. 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 Чтобы не отнимать у вас время. Так. Пойду в канцелярию. Может, примут. До свидания. Взаимно. 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 У него приняли почему-то. Мы ничего ни у кого не принимали. Ну, как не принимали? Я только что смотрю на мое дело. Знакомишься, там стоишь в темпе до 15-го, 0-2-го. Прием граждан не ведется. Направляйте все почтой России. Ой, почтой России и направляйте. Мне сказали, к вам обратиться вы примете? Нет, мы ее не принимали. В отступе в этом кабинете? Нет. Прием граждан не ведется. Ну, а как быть? Направляйте так, как вы официально направляете. Ну, это 250 рублей стоит. У меня нет денег. Но вы же направляете через кабинет. Газ? Да. Третий день не работает. Проверьте сами. Направляйте почтой электронной, как вы направляли. А как я потом докажу, что я это отправлял по электронной почте? Ну, потом ознакомиться с материалом делом будет в штампе входящий, что сегодня направлено. А если я не успею знакомиться, не будет возможности? Все дойдет вовремя, все будет. Гарантируете? Да. То есть не примите ничего? Нет. А как быть? А поэтому по 19.13 можете подсказать это? Там делают заложенный вызов. Это все, звоните, я всегда даю заседание. Все, да, все нормально. Ознакомимся с материалами. Сейчас минут через 10-15 выйду. Давай. Еще какие-то вопросы есть? Не, не, я сейчас уйду, я просто на телефон управляю. Отвлекся. Ну, странно вы работаете, девушка, вы не находите? Матюшенко сегодня приходил, у него приняли. У него где приняли? Вы его у него принимали? Нет. А где? Там, на участке? Я вам не подскажу. Благодарствую. До свидания. Ни в какую. Я могу подняться? Не так выводить. Да. Почему? Не, не. А можно вас на секунду? Да. Продолжение следует... Знаете, что я сейчас обнаружил в материалах дела? Не могу знать. Сегодня приходил представитель ДСВЖР Матюшенко Григорий Александрович. Видели, наверное, его сегодня? Вот. Его заявление прям не просто отправлено на почту или через ГАЗ правосудия, а зарегистрировано в канцелярии. В 10-й участок темпе стоит входящий номер сегодняшней даты. У него приняли. Вот я хочу так же пойти в 10-й участок, чтобы меня приняли в мою волю заявление. Сейчас у вас нет. Благодарю. Я хочу на 10-й участок напрямую. Как не принимают? Стоит штемпель, значит принимает. Кто поставил штемпель? А она говорит, нет. Вы это, давайте двигайтесь по службе. Чем надо, поможем. Что за дела? Ну, это серьезно. Дискриминация сплошная. А вот этот штемпель он где поставлен? С 105-м или ДК-новой? С 8-м. Да, вот. Прием документов. Вот прием документов с 4-й участок. Ну, так и я с ней договорю. Слушайте, он мне не ставил. Неужели народ не соображает, что за любую лошадь это... Творец же все равно разберется. Это друг дружку можно обманывать. Втихаря, как говорится. И втихаря, и открыто. А творец он все видит и слышит. И каждую мысль знает. Антон Николаевич, здравствуйте. Главное, мы в 9-й участке. У вас заявление вы хотели какое-то сдать? Живой мужчина, хозяин меня, Антон. Пойдемте. Учредитель и благополучатель. Вы заявление хотели какое-то ставить? Возражение? Пойдемте на применение у вас. Благодарствую. Просто я в курсе, что матюшинку сегодня приняли, а у меня что-то отказывается. Ну, лично матюшинку к нам не приходил. Ну, как не приходил? Там стемпель стоит. Я сам видел. Станкель сщатывается? Да. Да, вы представляли, но лично его не было. Я вам так скажу. Не, ну, факт в том, что приняли. Не, неважно, был он тот или нет. Мы сэксподенцию принимаем, которая к нам приходит, так же, как вы электронно направляете. Мы все отслеживаем, все принимаем. Так, два экземпляра, да? Один за? Один за. Сейчас еще будем. Это русский стоять. А вы его разве не присылали сегодня? Нет, это много. Просто у вас сегодня много ваших документаций? Ну, таких материалов дела нет. Мне же надо убедиться, что оно дошло. Я же потом как. Просто у нас прием граждан не ведется. Ну, я видел, как не ведется. Матюшенко-то как-то подал. Ну, они, понимаете, они организации. А организации ведете? Нет, организации мы тоже не ведем. У нас вообще прием граждан закрыт. Вообще любят. А как так получилось, что у него приняли? Не направляют. Я не подскажу вам. К нам лично Матюшенко не заправляют. У него спецвход какой-то есть? Я не знаю, я вам не отвечу. Или телепорт тут у вас в шкафу спрятан. Как он прошел вообще? Я не отвечу вам на этот вопрос, потому что Матюшенко к нам сегодня не приходил. Мы его не видели. Ну, тогда, получается, вы приняли документ не от полномоченного лица. У нас почта приходит, которую распределяют... Девушка, я вам еще раз говорю, стоит в штемпеле, 10-й участок, сегодняшнее число, входящий номер. Я же вам говорю, у нас каждый урок приходит... Роспись, живая его. Так, хорошо. Вот уставление матерированного решения вы же электронную направляли, нет? А вот дублируем. Все пою. Потому что в электронке, ну, хрен докажешь потом. Не надо, мы у нас все отслеживаете, все мы распечатываем, все ваши заявления. Ну, дай бог. Просто в других судах, в Великолизии. Поэтому я не просто... Вы и на электронку пишите, и через, я так понимаю, год в форта уже все это отслеживаете? Ну, конечно, конечно. Только газ правосудия у вас поломалась, уже третий день не работает. Ну, это уже не от нас будет. Ну, конечно. А я должен денежку ходить тратить на почту. Народные средства. Конечно, народ поддерживает. Ну, вы такие же работники, как и все. Нет, вы не такие же. Вы работники? Вы работаете, я тружусь. Не для себя, а для тех. Для вас в том числе. Подскажите мне... Так, об отводе я видел, все нормально. Вот дело по 19.13 статье «Заложенный вызов» был назначен на 4 февраля, потом перенесли на 15. По назначению я вам ничего не скажу. Вот у меня даже повестка есть. Это вам могут ответить только на судебном участке. А я могу туда подняться? Да, ну, если вас приставы пропустят. Ну, никто, это... Ну, это... Неохотно. Ну, а как мне получить информацию? Вы можете позвонить по телефону. Вы знаете, я три дня назад сделал больше 40 звонков. Никто трубку не знает. Вы не предлагаете сейчас время просто потратить? Вы понимаете, мы не назначаем, мы только принимаем документацию. Вот как-то мы принимаем, как бы... Нет, я поэтому вас и спрашиваю совета, как мне быть. Ответ вам дать. А вот по поводу... Вы, если получаете, вам и звездят. Ага, мы звездят. Я совершенно случайно узнал, что без УЖР подал шут. А вы говорите звездят. Если бы все так просто было. Просто, чтобы вам помочь не пропустим. Штемпель вы знаете, наверное, да? Да. Или вам записать. Напомню-ка. Вот, точно такой же штемпель стоит на обращении Матюшенко. Вы что хотите сказать, что он лично не приходил бы через... Он к нам не приходил. Через почту? Почта нам все, что принесли, мы все зарегистрируем. Ага. Не знаю. Он не мог же это, как говорится, сегодня отправить, и сегодня же вы получили. Я вам не подскажу. У нас на разноцах почты. Все, что нам принесли, мы регистрируем. Так, это телефоны, да? 329. Да, 329. Это помощника конкретно по административному наказанию. Можете переговорить с ним, когда будут назначены. Вообще, по идее, смс-информирование, вас должны поместить. А я не оставляю свой федеральный номер. А, ну, месса, повестка. Тогда повестка, да. Не было повестки. Ни разу. Ожидайте, ожидайте среду. Ожидать можно всю жизнь. Ну, позвоните, уточните информацию. Ну, нет, мы не располагаем такой информации, у нас нет доступа. Вот просто, смотрите, участковый выписал ручную повестку полиции. На сегодня, на 2 часа. Они говорят, материалов нет. Ну, может быть, материал не пришел. Ну, материалов нет, но вы хотя бы бумагу мне выпишите. Сегодня заседания не будет. Хоть что-то бумагу дайте, а то что, опять я слова буду к делу пришивать? Ну, добро, сейчас попробуй до них пробиться. Благодарствую. До свидания. До свидания. Ну вот, принимаешь же. А говорили, не принимают. То принимает, то не принимает. Что-то вот каждый день это... Ну, как? Что-то, можешь стемпель поставить, как у Матюшенко. Так, мне сказали в 329 позвонить. Чтоб они меня приняли. Не, ну это вчерашний номер. Они все равно и трубку не возьмут. Вы им сами можете позвонить? А что такого? Дайте мне на 4-й этаж подняться. Не, а как мне узнать, когда будет дело-то? Когда материалы придут? Что-то вы делаете. Так они говорят, ждите повестку. Так я ни разу повестку не получал за последний год от мирового суда. Я случайно узнал через сайты, что какое-то дело там у Кады из ВЖР, что-то там подал. Не к нам. А к кому? Кого не спросишь, не к нам вопрос, не к нам вопрос. А к кому? Дайте вам поднимут на 4-й этаж. Нельзя? А сами можете их набрать? Все равно, что я уже прошел этот у вас кордон, границу пересек. Ну дайте дойти-то до 4-го этажа. Страшный случай, если вы думаете, да? Вдруг опять судья без маски на работе нет. Рецидив получится. Что там говорят? Масочный режим скоро отменят? Неизвестно? А? Как скажут? А, да, точно, как скажут. Ну мы же уже в прошлый раз сказали. Все, отменяем масочный режим. У нас типа народный сход был, лечи, все дела. Воля народа, источником власти является народ. Все, мы решили. Сейчас главное это до руководства донести через видео. Оно уже в принципе донесено. Сейчас работает. Здравствуйте, девушка. Я бы хотел выяснить обстоятельства по делу по статье 19.13 в отношении персоны Булгаков Антона Николаевича. Административное дело поступило. У судьи есть время на изучение материалов, либо на назначение, либо на возврат. Так. Административный орган. Так что, если судья принят неправильное дело к производству, вы будете извещены либо телефонограммой, либо судебной повесткой, либо телеграммой. Пока никто еще не вызывал. А, девушка, я хочу подать волю заявления на ознакомление с материалами дела. Вы мне номер этого дела скажите, пожалуйста, чтобы я подал. Мы вас только ознакомим в том случае, если будет принято к производству. Пока к производству административный материал не принят. Не принят, да? Нет, не принят. А судебный участок какой? Десятый? Десятый. Ага, судья кто? То есть мы, если будем принимать его к производству, мы вас известим. Если мы его вернем, то, значит, вы будете ознакомиться только в административном органе. А когда же вы его примете? Это уже сколько дней-то прошло? Двенадцать дней? Двенадцать. Одиннадцатого числа только поступило. Какого? Одиннадцатого? Одиннадцатого. А, ну так ознакомьте меня с материалами дела. Я хочу ознакомиться. У меня тут заявление с собой. Я готов подняться, ознакомиться. Я тут внизу. Я не могу вас ознакомить с материалами дела. Почему? А, еще не принято, да? Да. Ну, все равно я, это, на любой стадии... Мы вас известим. Подождите. Если примем к производству, мы вас известим. Подождите, а оно же на любой стадии может, я знаю, это, имею право ознакомиться. Принято, не принято, не важно. Сейчас судья изучает материалы дела и решает вопрос о принятии, либо о возвращении материала в административный орган. А судья-то кто? Король Елена Петровна или Мельченко? Десятый участок – король Елена Петровна. О, Елена Петровна, привет, передавайте. Очень многие люди... Алло. Ну, трубка бросаешь. Чего не трубка все постоянно бросают? Хрен дозвонишься, еще и трубка бросают. Принято дело-то, оказывается. Так он мне нравится, что не трубку бросают? Что за разговор-то? Благодарствую. Я вот до сих пор не пойму. Вот по Александру сразу видно. Глаза горят – чистый человек. А вот по Сергачеву я вот до сих пор не могу понять. На чьей стороне? То одной ногой на темный, то одной ногой на светлый. Смотря с какой ноги, наверное, станете. Ну, что я ничего не понимаю. Ложный вызов не хотят это оформить, что ли? Или что? Ну, нужно. Это ж надо, повезло-то, как на Елену Петровну опять попадал. Конечно. Вы бы знали, как народ ее любит. Где на участок номер 10? Девушка, ну а что вы трубку-то бросаете? Я же не договорил. Я вам все пояснила. Вы отказываетесь общаться? Я вам все пояснила. А будьте добры, Елена Петровна, будьте добры, пригласите, пожалуйста. Я хочу с ней поговорить. К судю, к телефону? Да. Нет, не приглашают. Почему? Я личные приемы не ведет. Так это не личный прием, это разговор по телефону. Я по телефону с гражданами тоже не общаюсь. Ой, а у вас там девушка другая есть какая-нибудь? Пригласите ее. Я одна в кабинете. Одна? Ну, будьте добры, поговорите со мной. Я вам рассказала все по материалу. Ну, я считаю, что не все. По пределам своих полномочий. Я считаю, что не все. А в течение какого срока принимается решение? Олег. Чего они хотят общаться? Благодарствую. Счастливо. До свидания. До свидания. До свидания. Да, 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 да. Алло. Антон Николаевич. Нет такого. Здравствуйте. Матюшинка Григорьев Александрович вас беспокоит снова. Слышаю. Я вас свидетельствую, что по вашему адресу было произведено подключение электроэнергии. И так как вы отсутствовали в этот момент дома, автоматы были отключены, потому что вам стучали. Чтобы у вас свет появился, вам необходимо в щеке поднять автоматы в сторону вверх. Так, а вы же мне сказали, что меня уведомили, никто не звонил. Что за дела? Ну, вам приходили, стучались, вы не оттуда. В смысле стучались? У вас мой телефон есть у всех. Почему не позвонили? Антон Николаевич, вы услышали? Всего вам доброго, до свидания. Стоп, стоп, стоп. Подождите. Там что, автоматы? Дали. Антон Николаевич, здравствуйте. Нет такого. Это Вероника вас беспокоит, мастер. Слушаю. Вам подключили сегодня электроэнергию. Да ладно? Правда что? Да, да. Ну, водный автомат, водной автомат, как он правильно называется, отключен, так как не предоставилось, возможно проверить, так как вас не было дома. А что вы звоните после того, как подключили? Вы что, заранее не могли позвонить? У вас же есть все мои телефоны. Ну, меня поставили визыск только что. Можно я вам скажу? Можно? Слушаю. Еще, господи. Завтра можно будет как-то с вами встретиться? Для чего? Ну, подписать документы, что вам подключили электроэнергию. Пожалуйста. Что значит пожалуйста? Можно будет? Давайте о времени договоримся с вами. Вы мне будете хулиганскими действиями отключать? Да, я с вами это, встречаться и подписывать ваши какие-то документы что ли? Ну, в какой порядок что я сделаю? Так это в париновый порядок. Ну что, мы увидимся завтра с вами? Вы с какой целью? Что за документы? Ну, что мы подключили вам электроэнергию. А вы мне сначала выдаете документы, что вы отключили? Я вас не отключала лично. Понимаете? Я была на больничном. Вы присутствовали. Я стояла в сторонке, мои подписи нигде нету. Антон Николаевич. Так что ко мне никаких претензий. Да ладно. На этот раз ко мне никаких претензий. Ну, на этот да. А вот два года назад помните, как вы кричали в трубку? Я приду, отключу. Ну, я вас предупреждала, уведомляла, понимаете? Ну, ладно. Ну, все-таки же вы погасили задолженность тогда? Ну, у нас что это? Теперь предупреждают на словах, да? Как на разборках, где у нас стоит? Ну, зачем? Ну, по телефону уведомить это тоже как предупреждение, да? Да ладно. А где это прописано в законе? Вы же записываете наш разговор, допустим. Да, я никогда ничего не пишу. Вы что, у меня даже руси... Да, конечно, нет, нет, конечно. На телефоне вы записываете микрофон, потом выложите вон опять на сайте, на ютуб. Вот, там, такая-то, такая-то. Хироистка номер один. Вероника, а как вы там с объявлением, там, на каком-то сайте вы говорили, там решилась проблема? Ну да, как я вам сказала, сразу проблема решилась. Да ладно. А я ничего не делаю. И еще, Антон Николаевич. Ну что, завтра во сколько? Я не знаю. Звоните завтра. Я человек занятой, я для народа тружусь. А не влияние. Ну я знаю, что вы занятой человек, но... А во сколько вам удобно будет позвонить, чтобы... Во сколько вы... Может, вы будете спать? Я утром позвоню вам, 8-9 утра. Звоните, утром я сплю. Во сколько можно позвонить вам? Ну, после обеда попробуйте. После обеда, хорошо. Благодарю, хорошего вечера. До свидания. Благодарствую. Всего доброго. О, 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 да. Желаю два. Ну, вы коммерческая фирма, о чем мне говорить? Вы оплатите, пожалуйста, коммунальные услуги свои. А с чего? У вас не оплачено с мая месяца. А с чего? Кто-то вам что-то должен оплачить, если нет договора. Вы обязаны коммунальные услуги оплачивать. Вы мне ничего не обязаны. А что вы орете? У вас все нормально? У меня все прекрасно. А что вы орете? У вас есть 15 дней. Если вы не оплачете, я приду, я отключу вам электроэнергию. А я... Ведь Чуракова меня пугать не надо. Уже пугана. До свидания. Стоп, стоп, стоп. Подписать документы, что вам подключили электроэнергию. Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.